Движение руки, когда рука идет вниз. Четко пошли вдоль ручки, пошли с вращением. Локоток поднимаете и ручка нырнула. Все подсели. Вдоль ручки приподнимаю локоток и плечо. И ввинчиваю с рукой. Подсел. Дальше. Ручку приподнимаю. Есть точка? Пошла натяжка. Раз. Два. Вытягиваю его по диагонали. Пятка на сорт. Три. Плотненько прижала, прокинув четыре. Два момента, димство. Вот плотень опоры. Пятка на сорт. Пятка на сорт. Представим, как шкаф на четырех ножек. Как бы вы наклоняли шкаф? И роняли его? С какой стороны? На широкую сторону. Либо вперед, либо назад. Правильно? Сбоку тяжелее. Почему? Смотрите. Вот наша площадь опоры. Вот центр массы. Проекция центра масс на площадь опоры. Линии, которые соединяют центр масс с краем площади опоры. Либо с этим, либо с этим. С линией тяжести образуют углы. Видно ли? То есть вот я стою. Вот моя линия тяжести. Вот линия, которая соединяется с краем. И вот он угол. Между ними раз. И вот он угол между ними два. Это тот угол, на который я могу отклониться. И при этом я еще остался устойчивым. Больше пошло опрокидывание. То же самое и вперед. Здесь он гораздо меньше уголок. Поэтому наклонять мне нужно гораздо меньше. То есть больше, все, человек начинает либо переступать, либо падает. То есть первое, мы идем именно по наименьшему углам устойчивости. То есть наименьшее уголок мы решили вперед и назад. Начинаем наклонять его вперед. Площадь, ну вот была вся площадь опоры. Мы вывели его на носки. Площадь опоры у нас уменьшена. Наша цель, чтобы человек потерял устойчивость, нужно сделать минимальную его площадь опоры. Поэтому мы начинаем выводить его на одну из ног. Допустим, только на пятую. Или только на сон. Но для того, чтобы сократить траекторию, мы берем сразу же диагональ. Выводим сразу же на пятку, либо сразу же на носок. Как это проще увидеть? То есть многим не всегда сможете увидеть, но что вы всегда видите противника, ну либо чувствуете там с вами в процессе. Вот если один человек, вот второй человек, его ось и моя ось образуют плоскость. Сколько через две прямых можно провести плоскостей? Одну. Только одну. И вот к этой плоскости я беру углы примерно 45 градусов. Грубо говоря, если человек стоит передо мной, то для того, чтобы вывести его либо на носок, либо на пятку, я должен выбирать вот моя ось, его ось, вот тут будет. И поэтому при освобождении я освободился и вывожу я его на его носочек. Видно? И теперь опрокидываю. За счет чего я его опрокинул? Какое направление я выбрал? Смотрите. Раз. На себя и под 90 градусов. Видно? То есть вода система, она сохраняется. Три перпендикуляра, которые выводят. Два, два, три. Они сохраняются. Только два из них вы задаете чем? Ногами. Ногами, а третий? Ручок, зеленый. Месом. В основном я задаю. Раз. Мес. Два. То есть три перпендикуляра. Я вывел, загрузил, опрокидывал. То есть между ними шаг. То же самое здесь найдем. Я освободился, вывел, опрокидывал. Я его вывел, раз. Теперь под 90 градусов, два. И вниз, три. То есть вы за этим будете отслеживать. Еще один момент очень важный. Это такое понятие, как конкур. Если мы прикладываем этой рукой силу, у нас имеется здесь плечо, которое работает против нас. Если же мы этот контур замыкаем, то мы работаем уже всем контуром, и мышцы у нас выключаются. Ну говоря, я взял его одной, одной мне тяжело тащить. Я взял вторую, вот между ними уже жесткая сцепка. То есть есть контур. Вот этим контуром я могу уже управлять. Он выбирается, контур. Либо сжатием, вот у меня есть раз, точка. Если я ей начинаю управлять, и у меня нету, то есть цепь разомкнута, то он может уходить. Если я замыкаю, видно, вот соединил эту точку с точкой на своем теле. Вот у меня цепь замкнулась. Теперь я этим контуром могу управлять, и я его абсолютно хорошо контролирую. Взял, вот так я его не контролирую. Раз, видно, замкнул цепь. Теперь он уже от меня никуда не денется. То есть я плотненько его хорошо контролирую. То есть еще раз смотрите, он может выбираться сжатием, либо растяжением. Вот если вот здесь вот степени свободы, я начинаю его опрокидывать, он легко уходит. А я растянул, выбрал степени свободы, и образовалась жесткая связь, то есть жесткая конструкция. Растянул, жесткая конструкция. Могу уже управлять. Поэтому сейчас, смотрите, когда вы начинаете свободы, начнем мы с этого освобождения, когда вы вниз пошли, рука ввинчивается по кратчайшей, в пол, плечико чуть приподняли, и сами подходите поближе к руке. Подсели, натяжка, отталкиваясь от него. Раз удары, два удары, вытягивая, удары, по диагонали, пятка, носок. Раз, замкнул контур, плотненько к себе прижал. Два. Еще раз смотрите. Освободился. Удар, удар. По диагонали пятка, носок. Качнул, один вектор. Замкнул контур, чтобы не получилось, что я без него уйду. И вектор под 90 градусов. Уверясь с кем? Освободился. Важно, чтобы когда вы будете здесь шагать, вот он замыкается на ноге, чтобы не получается, что я шагну, а его не потяну. Я в ножку уперся, а теперь ногой его тяну. Раз, замкнул его здесь, почувствовал передачу вот этой точки на теле, на моем. Где-то я должен почувствовать передачу. То есть я выбрал вот эту вот пружинку, веревочку. Раз. И теперь под 90 градусов пошел. То есть ногами вы шагаете по клину. Шаг за ворот, шаг за ворот, шаг за ворот. Велочка. И если вы между ними будете где-то вставлять вертикальный вектор, либо туда, либо сюда, то вы уже работаете по схеме легких манипуляров. Раз, два и три. Вверх, прибавнись. Либо раз, вверх, вниз, два. Много информации. Поехали. Схема такая. Наклонение. Загрузить. Опрокинь. Вы освободились. Маска на передний нож. Туда. Туда. Я его наклонил ударом. Теперь шагом поклину. Шагаю. И загрузил. Плотненько прижал. И опять на боя. Вы не дорабатываете за счет того, что делаете телом. Раз, два, три. И вот здесь вы пытаетесь просто стоя на месте телом. Поднимаете его вверх. То есть то, что было нажито непосильным трудом, вы его вытягивали и наглоняли. И теперь начинаете опять восстанавливать и поднимать. Он такой довольный сейчас. А вы должны горизонтальной плотности его опрокидывать. И опять же за счет ноги. Ногами. Сейчас такой вариант. Освобождение. Идете чуть-чуть вдоль руки. Чуть-чуть вдоль руки. А дальше поперед локотком. Обходите его. То есть чуть-чуть пошли вдоль и обходите локотком. Раз, шаг. Теперь, смотри. Вытягиваю его по диагонали. Пятка носок. Раз, второй шаг. Видно? И третий шаг. Опрокидываю. Освободился. Пошел чуть-чуть вдоль. И вокруг его. Опять же, для того, чтобы было максимальное у вас плечо, плечи должны быть параллельно полу. Видно? Тогда у меня максимальный шаг. Если у меня рука под углом, у меня плечи там мешают. Видно? Вот плечо, предплечье, кисть. Если у вас рука не параллельно полу, вы вращаетесь по другим движениям. Вот ваше плечо. Если вы опускаете, вот ваше плечо. Понятно? Поэтому на этом освобождении вы слегка подседаете, чтобы опустить локоток. Сделали шаг, освободились. Вытянули его в одну сторону, а опрокидывая под 90 градусов. И в данном случае вы выходите не широкой частью, а узкой. Вы делаете шаг на ворот и проворачиваете еще вокруг оси саму пиццу. Тогда у вас получается, что вы выходите узкой частью захвата. Вот здесь захват. Вот он. Вот так вы идете широкой. Это гораздо сложнее. Освободились. Вытащили его. Видим, пошел. Освободился. Вытащил. Видно? Он думает, что я сюда его и буду тянуть. А я под 90 градусов. То есть вы его обманываете. Вы его потянули, он думает, что сейчас перешагну в эту сторону. А выберет момент под 90 градусов. В том направлении, где его сила равна нулю. Поэтому именно 90. Если вы работаете в таком варианте, это может быть куда, но после этого что нужно последовать? Продвигаться. Продвигаться. А я с тем, что нужно делать. Если я просто здесь его ударяю и начинаю грузить, у него остаются степени саду. И более-менее подготовленный человек уже вам сможет мешать. Для того, чтобы он не смог мешать, он на контур замкнул. Видно, вот я замкнул. Ну, теперь я четко его контролирую. У него никакого шанса нет. То есть вот так вот вы делаете. У него есть шанс. Да. А вы должны работать в таком положении, чтобы шансов у него не оставалось. То же самое, когда вы опрокидываете там перед этим, допустим, вы вытягивали, работали за телом, у него не должно быть шанса вот здесь упериться и устоять. Вот если я тяну за плечо, стой хорошо, ну давай я потянусь. То есть вот так вот. Видно, я его теряю. Если контур разомкнут, я вроде бы и сильно его тяну, но у него степень свободы есть. Встал, а когда контур у меня, тогда уже все, у него шансов не остается. То есть я его контролирую. Я могу чувствовать тот процесс, когда он от меня отрывается, для того, чтобы изменяться. То же самое здесь, смотрите. Раз, два. И вот он контур. Я его замкнул. И работаю я и этой точкой, и этой. Руку оставляю, как точку опоры, а тазом, ребрами, либо плечом даю приложение силы. Руку оставляю в точку опоры, а приложение даю блокоток. Поехали. Продолжение следует... под 90 градусов. То есть ножки приучите шагать по клинышкам. Тогда вам достаточно будет только подсесть в промежутке, и освобождение уже будет выполнено. Освободился, вытащил, обракируйся. Постарайтесь почувствовать само направление, потому что часто вы делаете освобождение, здесь вытянули, а потом идете не под 90, а идете немножко к нему. а немножко к нему уже начинает его восстанавливать. То же самое здесь, смотрите, я... В общем, представьте, что он еще вот так. то есть я вот здесь встаю, освободился, сюда его растяну и опять под 90. Видно? Шагнул раз, шагнул два. Четко ножки приучите шагать под 90, это как бы сейчас самый сложный для вас момент, я вижу. То есть вы просто не обращали внимания на шаги, куда они должны идти, поэтому пока вам сложновато. Приучитесь просто по клиним шагам. У вас работа сразу же упростится. То есть вы не должны распространять как усложнение, как прощение. То есть вы научитесь просто грамотно шагать ногами, вам останется только приседать в промежутке, либо вставать в промежутке. Все. Поехали. Продолжение следует... за ногами смотрите. Вначале показывает, как вы делаете без оболки. Перенос, перенос, перенос. Подсел. Теперь шагами. Начали на большом категории. Раз. Замкнул хон. Теперь шаг по клину назад, по клину назад и снова к нему. и ручка продолжает обливать. Варианты доработки здесь. Просто, самое простое, просто его контролирует. Прошу, если... Просто контролируете, не даете ему проворачивать руку и так же прямо выкладываете. Раз. Два. Три. Четыре. Подсел. Ножка по кругу. Раз. Опрокинул сюда. Здесь связываю либо так и вот так. Небольшой шажок вперед до ворота. Пошел по клину назад, опять по клину назад и к нему. Важно, что если я просто на месте делаю, в этот момент он не задействован. Можно таковать. Можно таковать. Поэтому я его раскачиваю, разболтываю. Я ему занимаю его устойчивость. Он думал уже не про захват, а думал про устойчивость. Раз. Два. И опять к нему. Чем больше ссомнуло суставов, тем лучше. Рука идет не давить, а захватывает. Продолжает аргиват. То есть то же самое бьющееся растение. Веточка растет. Вот запрос. Отсюда растянули. Вопрос. Сейчас я попробую. Я знаю рукой.